друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что ребят а у нас дождь дождь за окном так приятно специально открыла окно настежь и наслаждаясь вот этим вот запахом дождя травы всего вот этого приятного прекрасного ну и вам желаю конечно же хорошего настроения здоровья счастья и всяческого благополучия ну что мои хорошие мы с вами приступаем к обсуждению сегодняшнего киношедевра уралки и сарафана сегодняшний ролик на канале уралки под названием готовлю печень по строгановски да и закусочные булочки с колбасой и сыром ну что друзья мои семейка которая типа аля мы не поющие в рот ни ни никогда не берущие исключительно все закусывают и закусывают закусывают и закусывают но к печени построгановски друзья мои тут конечно же мы обязательно обязательно перейдем до уралка все как всегда извратила перекрутила и все как всегда испортила но что начало ролика пара гнидых довольно и счастлива пришла на рекламу им собственно пришла посуда на рекламу и началось оханье аханье и мычанье от счастья ой какие сковородочки ой же какие хорошие ой ну вообще а покрытие это покрытие да сафарчик смотри какие анти анти антипригарные ой классное какое ну да сейчас классно пока отрабатываете рекламу отрабатываете денежки ну а потом как всегда засрете когда придет новая реклама мы помним как вчера сарафан в ролике сказал вот в магазине то что покупаем это в люди выходить в этой одежде а то что высылали да мешками когда-то от василька в этом только дома ну я вчера уже озвучила в своем ночном обзоре кто не смотрел зайдите посмотрите он получился классный веселый да мне самой он кстати очень понравился и плюс моим зрителям мы так классно в чате вчера посмеялись поржали это было конечно весело ребят всем огромный привет всем спасибо да за то что мои зрители я конечно поздно выхожу я прекрасно знаю это у меня 12 часов по москве во сколько я выхожу в прямой эфир всегда без одной минуты 12 как правило да если нет каких-то там перебоев но плюсом ко всему прочему у моих зрителей у многих там уже 2 часа ночью у кого-то 4 часа уже утра друзья мои да но все равно мои зрители приходят приходят и это конечно очень мне приятно что даже даже зрители да ради меня спать не ложатся а приходят в 12 часов ночи мы все вместе смеемся веселимся заряжаемся бодростью и прекрасным хорошим настроением ну что ребята в общем то да в сарафан сарафан как всегда как всегда потом вместе с уралкой обосрут и эти сковородки которые им сто лет уже не нужны ну а далее друзья мои уралка говорит ой ну что надо приготовить печень и демонстративно нам говорит но сначала для начала надо снять пленку ну да когда такое было ах да только тогда когда мы уралку с вами ребята учили что надо снимать пленку с мяса с куриного филе субпродуктов собственно со всего вот хоть чему то мы с вами уралку научили и то ребят не факт что она будет это делать помните как я всегда говорила про куриное филе как можно не снимать вот эти пленки да когда я рассказывала про ментай который уралка готовила и никогда от черных пленок рыбу не 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 убирала там черные пленки да опять же то есть она мясо готовит да то есть она нигде ничего не убирает не обрабатывает это говорит о том что и так сойдет у них в семье это было принято видимо и у родителей было точно так же и уралки поэтому ребят даже если они на камеру сказали что они убрали там она по крайней мере вот эти вот черные всякие да вот эти вообще пленочки тут и ни о чем не говорит скорее всего было сказано просто для нас с вами чтобы мы с вами отцепились что она сделала все как должно быть ну ладно я знаете всегда так говорю если вам для самих себя не хочется сделать все хорошо тогда не о чем говорить жрите хоть с пленками хоть с костями хоть с требухой хоть с чем на свете это ваши трудности далее друзья мои уралка говорит ой ну я печень то готовлю редко не больно то мы ее едим да сафарчик га 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 ну да забыли друзья мои когда еще два с половиной три года назад жрали все что не приколочено и винегрет тогда был за счастье и минтай тогда был за счастье и та же печень ребята тогда была за огромное счастье тогда харчами не перебирали забыли вот посмотрите какие амнезийные стали да как быстро все забыли уралка ты знаешь начнем с того что тебе печень как и другие субпродукты вообще-то нельзя во-первых печень нельзя тем людям у кого высокий холестерин а то что он у тебя высокий это гадалки не ходи плюсом ко всему при подагре субпродукты ни в коем случае нельзя но друзья мои уралка этого не понимает она вообще не знает что и можно что и нельзя она по этому поводу вообще не запаривается ей это не интересно поэтому мы тоже с вами на этом знаете останавливаться не будем это ее половые трудности тетки уже под 40 лет уже бабка как говорится да уже должна понимать что хорошо что плохо для нее для ее организма если она будет сказала что жрала жру и буду жрать пусть жрет на здоровье далее друзья мои уралка объясняет что она будет готовить слушайте я просто валяюсь ну будем готовить ну такую знаешь ну печень ну в сметане ну там раньше я морковь добавляла а сейчас ну без моркови ну такая в сметане ну короче ну по строгановски голос за кадром это кто ну этот же нихера никогда не знает уралка ты знаешь для того чтобы готовить гречку по купечески печень по строгановски надо следовать четко рецептуре а иначе просто можно было сказать в твоем случае буду готовить печенку печень буду готовить да буду готовить что-то но не надо было говорить по строгановски потому что ты рецептуру не соблюдала от слова совсем ну ладно сейчас к этому моменту еще перейдем далее друзья мои он спрашивает интересуется любитель дуни ну видели прекрасно да а дуна будет печень на что уралка говорит нет 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 она говорит только мясо далее уралочка начинает рассказывать о том что ой да мы то все в саду и в саду а хочется уже и дома приготовить ребят в каком саду там ни одного толком дерева ни одного сада ни у кого нет в каком таком саду вот в саду в саду да опять же в саду ну да и опять друзья мои и про жрачку уралка говорит надо лук меньше сажать а то ж остается уралка а как это остается а ты ж рассказываешь сказке о том что ты готова угощать всех на свете но видите переживает остается далее друзья мои уралка объясняет мол заказала сковородки поменьше поменьше чтобы не так много было приготовлено слушайте ну во первых заказала ты эти сковородки потому что они тебе пришли на рекламу и тебе надо было что-то заказать да отработать эту рекламу это во первых во вторых вас и народу сейчас стало поменьше вас два человека все-таки не три а два ну друзья мои я прекрасно понимаю что конечно же печень они готовить не хотели есть ее тоже не хотели поэтому и сковородочку выбрали поменьше да зачем им побольше когда это жрать никто не будет кроме уралки ну и к обычному хотя раньше сарафан у уралки жрал все что не приколочено я же говорю два с половиной три года тому назад харчами он не перебирал он прямо знаете доволен и счастлив был и винегрету простому и ментаю и всему на свете потому что жрать было особо нечего поэтому да сейчас просто забыл уже видимо те времена ладно там я еще понимаю забыть что было там тридцать или пятьдесят лет назад как можно забыть так скажем ваш образ жизни два с половиной года тому назад если честно я не понимаю далее друзья мои уралка я смотрю уже с начала рецепта уже рецепт не соблюдает к обычному луку репчатому она начинает добавлять зеленый лук и говорит и объясняет это тем но не выбрасывать вот же его о как уралка зачем ты его с самого начала добавляешь если зелень и добавляют то ее вообще принято добавлять за несколько минут до того как блюдо будет готово точно так же как и запекая в духовке какое-нибудь блюдо да которое ты хочешь запечь потом приготовить под какой-нибудь сырной шапочкой за 10-15 минут до того как ты выключишь духовку только тогда можно отправить туда сыр да то есть не обязательно его тереть как делает эта уралка с самого начала чтобы там все это час или час-полтора томилось ну и тут же я смотрю уже все нарушен рецепт целиком и полностью уже значит в репчатый лук добавляет со словами ну не выбрасывать же видите ребят какая добрячка рассказывала сказке что она всех всех кормит всех поет всех угощает ну не выбрасывать же далее начинает пассеровать лук достает муку муку значит засыпает в пакет и начинает начинает обваливать в этой муке как раз таки печень серафан удивляется и говорит О, а что это такое? Впервые вижу. Вы знаете, у меня такое впечатление, что у него какая-то болезнь, друзья мои, когда человек каждое утро просыпается и не может вспомнить события предыдущего дня. Сарафан, она только при нас это делала раз 10 или 15. И при тебе, потому что ты все это дело снимал на камеру, но он не помнит. Вот. Далее, друзья мои, уралочка, уралочка выкидывает, прям, да, тут же печень пропассировала, ой, печень, лук, и выкидывает туда же печенку. Далее я смотрю, как она закидывает туда огромное количество сметаны. Все, уралка, это никакое отношение к печени по-строгановски просто не может даже быть. Понятно, что немножко рецепты могут варьироваться. Но в любом случае там вообще все не так абсолютно. Там сначала пассируется лук репчатый, потом он вытаскивается, перекладывается в другую посуду. Потом туда же на эту сковородку кладут печень. Туда же добавляют лук только потом. Сначала тушат в водичке, в бульончике, да, там минут 10 от силы. Потом добавляют сметанку еще 5 минут. И все это желательно делать на медленном достаточно таком огонечке, на небольшом. Вот, собственно, и все. То, что сделала с этой печенью уралка, ребят, ну это то же самое, знаете, как и с гусем. Помните, когда, ай да че, то запихаем туда в жопу этому гусю, да, которого запихали, запекали и апельсины, и яблоки, и все на свете, и все, что было не приколочено. Потом гуся куда-то там выбросили, потому что, как сказал Сарапан, признался, по крайней мере, что жрать его было невозможно, друзья мои. Представляете? Вот, собственно, так и здесь. Весь рецепт, абсолютно весь рецепт она извратила. Я посмотрела, как она сделала. То есть она туда же запихала все на свете, добавила огромное количество сметаны. Там столько сметаны не надо совсем, она не понимает, сколько надо. Она даже не понимает, что где-то грамм на 600 вот этой печени надо сметаны грамм 200. Она зафигачила, вот, знаете, а че, а че, а мне пропадать же, да, а давай это добавим, а можно это добавить. Вот, знаете, мне она напоминает здесь Светку Колесникову. Та тоже такая же чучундра и тоже какую-то вечно херню придумает, сделает, что-то там наваяет непонятно что. А потом стоит и рассказывает всем, как укусненько. Но что-то это укусненько никто, друзья мои, жрать от слова совсем не хочет. Точно так же и от Уралки. Но и Уралка объясняет. Ах, мы-то понимаем, что печень-то, печенку-то надо есть. Да вот не больно-то хоти. И, ну да, такие графья, такие графья. Обдушка сейчас приедет, друзья мои, на одном луке, да на моркови, да на лепешках. Такие ему там подавались разносолы в кишлаке. Видели прекрасно в прошлом году. Ну а Сарафан забыл, когда лапти снял, друзья мои, да. А Уралка до сих пор до взрослой тетки никак не дойдет. Что она-то вообще-то со своими болячками должна знать прекрасно, что ей эта печенка вообще не полезна от слова совсем. Ей вообще эти субпродукты есть категорически нельзя. Но она даже этого не знает. Потому что, друзья мои, ей это не интересно. Единственное, что ей интересно, это жрать в три горла. Все остальное, да, все остальное, знаете, ехала-болела. Ребят, продолжение следует, как вы уже поняли. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.